Всем привет! Меня зовут Таня и сегодня я хочу рассказать о себе кое-что такое, чего еще не знает обо мне интернет. Видео будет длинным, поэтому предлагаю вам запастись терпением, налить себе чаю. И если вы готовы досмотреть до конца, то поехали. Все произошло внезапно. В один день я проснулась и просто перестала видеть левым глазом. Передо мной словно висело черное полотно. На тот момент я жила, училась, работала в Санкт-Петербурге. Мама, узнав о случившемся, попросила в срочном порядке возвращаться домой, пройти обследование. Уехать на следующий же день я не могла, мне нужно было закончить накопившиеся дела. Я сдавала экзамены досрочно. Помню, деканат находился на четвертом этаже и подняться туда стоило просто уйма сил. Я совсем ничего не видела, терялась в пространстве, еле передвигала ноги. На тот момент мне казалось, что все дело в пропавшем зрении. В родном городе на вокзале меня встретила мама и мы сразу же с места отправились в глазную больницу. По лицам врачей я поняла, что все гораздо серьезнее, чем просто против потери зрения. Меня отправили к неврологу. Тот начал сделать МРТ, магнитно-рисонансную томографию. И потом мне озвучили мой диагноз – рассеянный склероз. Это был апрель 2012 года. До этого времени, как и большинство, я думала, что рассеянный склероз – это старческое заболевание, характеризующееся снижением интеллекта и памяти. Но на самом деле это оказалось хроническим аутоиммунным заболеванием, при котором поражаются милиновые оболочки нервных окончаний, их волокон головного и спинного мозга. Собственный иммунитет как бы сжирает собственный мозг. Нервный импульс у человека здорового, предположим, движется со скоростью гепарда. У человека, больного рассеянным склерозом, он может двигаться со скоростью улитки. Оттого и все проблемы. Вы решили сделать шаг, тут же его совершите. Человеку, страдающему рассеянным склерозом, на это требуется гораздо больше времени. Это как перегрызанный кошкой кабель, который плохо передает сигнал, передает с перебоями, медленно или не передает вообще. Понятно, что все действия, которые мы совершаем, исходят от мозга. А если мозг подает сигналы плохо, то и действия затормаживаются. Со временем человек, больной рассеянным склерозом, становится глубоким инвалидом. Без способности нормально двигаться, ходить, говорить. И вообще, что угодно может отключиться. Когда мы только вышли из больницы с мамой, я помню, стояли у ворот, и я говорила, нет, это неправда, это какая-то ошибка. Такого точно не может быть. Ни в какую больницу я не лягу и вообще поеду обратно в Питер. Это была стадия отрицания. Известно, что существует пять стадий принятия неизбежного. Первая – это отрицание, потом гнев, потом торг, потом депрессия, потом, наконец, принятие. Не обязательно все стадии бывают и не обязательно они идут в таком порядке, но чаще всего схема именно такая. Мое лечение началось в апреле 2012 года. И продолжаться оно будет до самой смерти. К сожалению, болезнь неизлечима. Есть только какая-то поддерживающая терапия. Для начала мне нужно было снять первое обострение. Это был ретро-бульбарный неврит завесенного нерва. Мне делали уколы дексаметазона прямо в глаз. Это было очень-очень больно. Я помню, после процедуры даже мужчины плакали от боли. Со временем мое лицо превратилось в сплошной синяк. Очень сильно опухло, глаз заплыл кровью. Моя зрение так и не возвращалось. Капельницы, уколы, какие-то там физиолечения длились примерно три недели. Результаты не было. Я уже думала, что никогда не смогу видеть так, как прежде. Но в один момент, когда мама показывала мне пальцы, и я должна была назвать количество, сколько она показывает, я что-то увидела. То ли два, то ли три пальца сказала в этом маме. И она улыбнулась. Я помню, как увидела ее улыбку. И это был счастливейший момент. К сожалению, для снятия обострения медики всего мира до сих пор не придумали другого способа, кроме как гормонального. Вообще, медицина мало что знает о рассеянном склерозе. Не знает точных причин его возникновения и, соответственно, не знает, как с ним бороться. Со временем зрение вернулось ко мне почти полностью. Да, я вижу несколько расплывчато и туманно, но я вижу. И мои расширенные зрачки, между прочим, не признак того, что я принимаю наркотики, как вы пишете, а признак поврежденных нервных окончаний глаз. Через три месяца меня шарахнуло второе обострение. На этот раз оно выпало на опорный двигательный аппарат. Ноги вообще не хотели двигаться. Я передвигалась по стенке или не ходила вообще. Ходить было крайне тяжело. Оказалось, что ноги весят просто тонну. У меня не было сил в руках даже для того, чтобы сжать кулак или расчесать волосы. У меня была постоянная слабость. Я чувствовала себя разбитой. Мне казалось, что я умираю. Тогда я пролежала в стационаре больше месяца, кажется. В меня вливали огромные дозы гормонов дексаметазона для того, чтобы снять опострение различных наотропных препаратов. Мы делали лечебно-оздоровительную гимнастику. Я ходила на плазмоферез, на физиотерапию. Восстановление заняло очень-очень много времени. От гормонов я сильно отекла. Мне даже болела кожа от того, что так сильно она натянулась. У меня появились прыщи. Стали выпадать волосы. Стали болеть кости, потому что вымывался калий и кальций. Помню, однажды ночью я проснулась от собственного крика, просто потому что мне было адски больно. Ноги как будто бы засунули в мясорубку. Я много плакала. Мне было очень больно как физически, так и морально. Мне было стыдно за себя даже перед незнакомыми людьми. Честно говоря, я даже не понимаю, почему я стыдилась и чего именно. Горе может произойти с любым. Никто от этого не застрахован. Мне кажется, на тот момент во мне еще играли амбиции. Я всегда была волевым человеком, решительным, трогим к себе, готовым покорить не одну вершину. Но в одной части все изменилось. И мне пришлось отложить, отбросить все цели и мечты, которые мне сейчас уже были не по силам. Мне нужно было принять себя, принять себя новую. Я долго пыталась найти объяснение случившемуся. Постоянные тяжелейшие стрессы, частые простуды, отсутствие полноценного отдыха. Неужели все это может сделать из человека овощи? Я стала думать, что, может быть, эта родительская карма отразилась на мне. Ведь теперь мои родители страдают больше всего. Должно быть, это очень больно осознавать, что твой ребенок не сможет позаботиться о тебе в старости. И что, скорее всего, заботиться о нем придется тебе. Потом я стала думать, что так мне положено по судьбе. Может быть, это подарок, завернутый в такую непривлекательную оболочку. Последний вариант мне кажется наиболее верным. Вообще все аутоиммунные заболевания развиваются на почве неприятия себя и внутреннего конфликта. Так уж сложилось, что женщина считается слабым полом. И на то есть причины. Я же от природы имею другой характер. Скорее мужской, нежели женский. Я не принимала помощь. Жила по принципу «я сама». С точки зрения психологии полов эта позиция не верна. Я хоть и понимала, что образы правления стоит предоставить мужчине, сделать этого все равно не могла. И вот сама жизнь потолкнула меня к изменению моего мировоззрения. Теперь я была вынуждена пересмотреть свои взгляды. Начать жить по-новому. Теперь уже хочешь, не хочешь, а от помощи не откажешься. Просто потому, что ты без нее не можешь обойтись. Хочешь, не хочешь, и мужчину, главное, признаешь. Потому что он опора. А на кого еще положиться? На себя уже не получается. То же касается и стремления построить карьеру. Раньше я мечтала... Мечтала о многом. У меня были реальные цели. Но так уж сложилось, что внутри меня перевернулось все. Да, может быть, даже благодаря болезни я приблизилась к своей собственной природе. Я наконец-то стала еще от себя женщиной. И единственная цель моей жизни — это стать матерью и хорошей женой. Думаю, каждый, кто серьезно болен, взглянув поглубже в причины своего заболевания, сможет найти ответы на многие вопросы. Самое главное — этот человек сможет понять, в каком направлении ему двигаться. Такие болезни даются нам для того, чтобы мы могли пересмотреть свое отношение к себе, к жизни, к окружающим. Это такой звоночек. Это значит, что нужно менять в корне свою жизнь. Сейчас я ежедневно сталкиваюсь со множеством трудностей. Постоянные головные боли, головокружение, онемение конечностей, локализированная боль в любых участках тела, зрение через пелену, общая слабость и быстрая утомляемость, бессонница, проблемы с психикой. Это все то, с чем я сталкиваюсь ежедневно. Разрушается не только мозг, но и вся центральная нервная система в целом. А это значит эндогенной депрессии, чувство вины, чувство тревоги, но и саморазрушение. Этого допускать нельзя, поэтому я вынуждена постоянно принимать антидепрессанты, транквилизаторы и различные ноотропные препараты. Теперь мне категорически противопоказано нервничать, переживать, не досыпать, потому что от этого я мгновенно начинаю чувствовать себя гораздо хуже. Это провоцирует болезнь. Также мне противопоказаны прямые солнечные лучи, тепло, высокие температуры, жирные пищи, простуды и многое другое. Теперь я делаю зарядку не для поддержания фигуры в тонусе, а для того, чтобы сохранить здоровье. Теперь я соблюдаю диету, богатую полиненасыщенными жирными кислотами, не для того, чтобы сохранить вес, а для того, чтобы сохранить здоровье. В апреле текущего года будет уже 4 года с того момента, как мне официально поставили диагноз. И вот уже 3,5 года я делаю ежедневно подкожные инъекции капоксона. Этот препарат я получаю каждый месяц. Для того, чтобы его получить, нужно пройти множество инстанций, получить множество подписей, пройти врачебную комиссию. Но это делать приходится. Точные механизмы действия неизвестны, но предполагается, что препарат как бы усыпляет иммунитет. Тем самым иммунитет не атакует мой мозг. Правда, из-за этого я легко простужаюсь, и поэтому редко выхожу из дома. Сейн-эсклероз называют болезнью с тысячу лиц, потому что проявлений болезни очень много. И никогда не предугадаешь, когда станет хуже. Можно даже утром проснуться и чувствовать себя в полном порядке, но уже к вечеру может случиться так, что у тебя не будет сил, вообще ни на что. Только на то, чтобы лежать с книжкой и всё. Каждое утро, которое я просыпаюсь, и когда я могу самостоятельно встать с постели, я молюсь и благодарю Бога за это. Да, может быть, звучит несколько наивно, но для меня это самое настоящее чудо. С болезнью я потеряла очень многое. Возможность реализовать свои мечты, возможность сработать, не покладая рук. Потому что сейчас, как только я переутомляюсь, я тут же хуже себя чувствую. И, как показала практика, средств и времени на восстановление уйдёт гораздо больше, чем я смогу заработать. Поэтому я очень благодарна маме за то, что она не требует от меня невозможного. Может быть, именно поэтому последние годы я живу без обострений. Как бы не сглазить. Потери коснулись и близких людей. Трудно дружить с человеком, который редко выходит из дома. Таким человеком трудно поддерживать контакт. Я не могу объяснить всем, что именно чувствую, когда отказываю во встрече. Порой у меня нет сил даже на то, чтобы привести себя в порядок, не говоря уже о том, чтобы провести вечер в компании людей, общаясь, двигаясь. Я не успеваю за своими друзьями, но и поделиться этим я с ними не могу. Трудно поверить, что мне приходится прикладывать кучу сил на завязывание шнурков или спуск, подъём по лестнице. Для здорового человека это не представляет никакого труда. Он даже не задумывается об этом. Мне же совершать обыкновенные действия, как, например, дотронуться пальцем до носа, мне гораздо тяжелее. Ко мне никто не стал относиться хуже. Это я стала стесняться себя. С годами всё-таки происходят непоправимые вещи. Я стала дольше думать над ответами, хотя всегда была эрудированной. Моя речь уже не такая внятная и чёткая, какая была раньше. Моя походка похожа на походку пьяницы. Я часто моргаю, не могу смотреть долго в одну точку. Я не могу смотреть даже собеседнику в глаза. Поэтому я понимаю вас, те, кто пишет, что я говорю, как умирающий лебедь, что глаза у меня больные. Что мне остаётся сказать? Вы правы. Я не идеальна. Однако случилось то, что случилось, и я стараюсь жить по своим возможностям. Стараюсь не потерять себя окончательно. И всё-таки болезнь намного открыла мне глаза. Я стала понимать то, чего, может быть, никогда бы и не поняла. Не случилось со мной такое. Я перестала судить и осуждать людей. Стала внимательнее, человечнее, снисходительнее. В моей жизни появилась вера, благодарность и умение ценить то, что есть. Я от всей души желаю вам крепкого здоровья. Берегите себя. Цените себя. Здоровье – это самое дорогое, что у нас есть. Ни за какие деньги его не купишь. Желаю научиться великодушию не только к близким людям, но и к людям вообще. Мы, люди, должны помогать друг другу, а не выкапывать могилы. Научитесь быть милосердными. Вполне возможно, в вашей жизни есть человек, который нуждается в помощи или просто в добром слове, но он не может сказать вам об этом и не может признаться об этом даже самому себе. Пожалуй, на этом я закончу свое видео. Просите, что оно получилось таким длинным. Мне было сошло говорить, но я сошла нужным поделиться тем, что со мной происходит с вами, потому что сейчас некоторые проявления моей болезни стали слишком очевидными, и они вызывают некоторые вопросы, которые мне неприятны. Ну, про те же зрачки, про ту же речь, заторможенность и так далее. Не будьте так строги ни ко мне, ни ко всем остальным людям. Я уверена, у всех есть причина быть такими, какие они есть. Да и зачем причины, собственно. Спасибо вам еще раз и до новых встреч. До новых встреч.